Привет, ребят! У нас на этой неделе вышло много новой информации по Королеве-Ведьме, и на этой неделе мы наконец-то узнали подробнее про Пустоту 3.0, про Войт, про реворг вайдовых подклассов. И пускай у нас информация появилась два дня назад в одной статье, которую, я думаю, все уже прочитали, но сегодня рано утром в 5 часов был проведен так называемый Destiny Community Podcast, где некоторые контент-криэйторы взяли, ну как, проверили выпуск подкаста вместе с двумя разработчиками из Bungie, с Кевином Янусом и Семеном Даном, которые занимаются как раз сетбоксом по обилкам Destiny, и они подробнее рассказали про реворг вайда. Я это все дело послушал, записал себе там нужную информацию, и теперь можно записать видос. Сразу говорю, что некоторые моменты в этом видосе будут просто чтением статьи и мое комментирование, поэтому здесь информации новой не будет, но я думаю, где-то к середине видоса я перейду к тому, что было в подкасте, потому что там больше полезной информации. И, так скажем, чтобы сразу намекнуть вам, насколько будет информация полезной, два момента из подкаста, да. Во-первых, у нас появится новый перк Volatile Rounds, судя по всему, так будет называться, и он будет как раз-таки делать мобов Volatile, то есть на них накладывают липучки, которые потом взорвутся. И второй момент, купол Титана будет понерфлен, ему понерфят урон бонусный до 25%, сейчас 35%, как-то вот так. Так, теперь давайте, собственно говоря, поговорим про Void 3.0. У нас вот такая вышла статейка 9-го числа, и она уже есть на русском, что большое удивление, потому что основная причина, почему я такие видосы порой записываю, потому что нету на русском. Но тут у нас на русском уже есть, поэтому заебись. Собственно, как вы сами знаете, у нас выйдет Пустота 3.0 с выходом Королевы Ведьмы, и у Пустоты 3.0 у нас будут свои уникальные эффекты, так скажем, понятия, которые будут применяться при использовании этих подклассов и при использовании разных обилок и экзотов, экзотов, да, именно пушки, которые дают эти самые эффекты. У нас будет 3 бафа и 3 дебафа. Бафы — это усиление вашего персонажа, и дебафы — это ослабление врагов, какие-то эффекты, которые делают их более слабыми и уязвимыми. Во-первых, у нас будет подавление, также известное как Супресс. Подавленная цель лишается любой активной способности, так что в таком состоянии цель не может активировать способности и режимы перемещения, ворги оказываются дезориентированными. Это у нас действующая граната Супресс Титана, которая при броске вырубает любые активные обилки, даже ульты, и в ПВЕ заставляет мобов получить неэффект ослепления, как от греников. Вот это у нас будет первый дебаф. И да, чтобы сразу эту тему закрыть, с выходом Пустоты 3.0 все подклассы получат все гранаты Вайда. Например, сейчас у нас у Титана есть Вайдовая Стенка, есть граната Подавляющая и есть граната Магнитик, магнитическая. После патча Титан получит и обычную Вайдовую Гранату, которая просто кружочек, да, получит Спайку Хантера и последнюю Грену я забыл, Скатерку. Это будет связано со всеми подклассами, то есть у нас, допустим, Варлыки и Хантеры получат Супресски. Вот это вот все. Ослабление. Второй дебаф. Цель получает больше урода, медленнее перемещается и оказывается дезориентированной. Это у нас, по сути, главная фича Пустоты. На английском у нас это Викинг. Это дебаф, который будет увеличивать получаемый урон мобами. Сразу по цифрам. В ПВЕ этот урон дополнительный будет составлять 15%, в ПВП 7,5%. Нестабильность. Оно же Вулатайл. Цель взрывается от детонации Пустоты при получении дополнительного урона. Детонация происходит, даже если цель погибает до того, как получит достаточно урона для взрыва нестабильности. Это у нас де-факто перк бонуса и центрального покровителя с липучками, где титан там лепит кучу липучек, а не взрывается, наносит хороший урон. Теперь это будет общим дебафом. Невидимость. Это у нас пошли бафы. Вы становитесь невидимым, как сейчас на отсталкеры. Щит. Это у нас овершилд. Мы получаем защитный барьер, который немедленно прибавляется к нашему ХП и щитам. И также он будет уменьшать получаемый урон. Щит снижает урон, который враги наносят в ПВЕ. Вот здесь очень важна терминология. Как вы знаете, в игре у нас существуют разные резисты. Protective Light, резист от кристалла Стазиса. И вот этот овершилд, он будет называться Вайдовым. Войд овершилд. Он будет иметь свой уникальный резист. Если я ничего не путаю, этот резист будет составлять 15%. То есть помимо того, что у вас будет больше ХП, вы будете получать меньше входящего урона. По цифрам я потом обязательно профакт чекаю. Если кажется цифрой неправильной, я в комментариях этот момент подправлю. Ну да ладно. Только в ПВЕ будет понижаться входящий урон. В ПВП этот эффект работать не будет. Пожирание. Когда активируется пожирание, Devour, вне зависимости от источника, игрок мгновенно и полностью регенит себе ХП, а также получает энергию гранат. Если игрок убивает кого-то, пока активно пожирание, он также до конца восполняет здоровье и получает энергию гранат, а действие этого усиления продлевается. Пожирание, по сути, получило небольшой нерв, про это поговорим немножко попозже. Собственно, вот у нас основные эффекты пустоты. Как вы знаете, у нас у Сариса есть такие эффекты, как замедление, заморозка и раскалывание. Здесь у нас будут подавления, ослабления и нестабильность. Но, в отличие от Стазиса, у которого в целом бафов, из бафов у Сариса есть, наверное, только Овершилд. Если вы используете фрагмент Висперо Фрайм, когда при подборе осколков Сариса вы получаете Овершилд. У пустоты у нас сразу три бафа. Инвиз, Овершилд и Девавор. Это, конечно, круто. Теперь по классу. Начнем с Титана, потому что Титан у нас в статье идет первым. Во-первых, Банджи разделили две суперспособности. Раньше у нас, как вы знаете, у верхней ветки у вас был выбор. Поставить купол или активировать обычный щит покровителя. Теперь эти суперы были разделены. И у вас будет купол защиты рассвета, который будет активироваться гораздо, сука, быстрее, почти мгновенно. И останется щит покровителя, который у нас будет как у центральной ветки. То есть у вас будет большой щит Титана, который можно держать, и у вас будет обычный купол. Соответственно, купол Титана, как вы знаете, у нас будет в пятом тире по регену ульты. То есть это будет самый быстрый реген регенерация ульты, помимо кладезя света. Также у Титана заменили... Титану добавили новую милишку. Это бросок щита. Да. Вот этот бросок щита будет, соответственно, наносить урон по мобам внезапно и давать небольшую часть овершилда. Этот момент, правда, немножко не ясен, потому что где-то говорилось, что он будет давать овершилда так, ну, типа, на ровном месте, но это не точно. Пока не мере видосе, здесь показали это, ну, так себе. Так, что еще из такого, что здесь можно выделить? Соответственно... Вот, кстати, вот пример такого взаимодействия, да. Брошенные щиты наносят урон противникам и активируют нестабильность. Если вы, допустим, активировали ульту, да. Но если у вас используется управляемый взрыв, это, если я не ошибаюсь, один из аспектов. И также банджи немножко бафнули коленку Титана. Коленка Титана при убийстве будет давать овершилд полный. Как-то вот так. Теперь, собственно говоря, аспекты Титана. Первый аспект это как раз управляемый взрыв. Когда вы наносите урон с помощью пустотной обилки или детонации нестабильности, вы делаете цель нестабильной. То есть это, по сути, такая лайт-версия центральной фичи из центральной ветки Сентенелла, покровителя. Когда вы наносите урон, и лепятся липучки. Теперь это будет аспектом. Бастион. Новый аспект, новая обилка в целом. Применение баррикады создает щит, то есть баррикаду. Ну как? Когда вы ставите баррикаду, вы создаете овершилд для вас и ближайших союзников. Те, кто укрывается за барьером, со временем восстанавливают себе щит и увеличивают длительность его действия. То есть вы буквально ставите баррикаду, любую, большую или маленькую, и она будет вам давать овершилды. Круто. А плот наступление? Это у нас тоже в какой-то степени новая штука, но здесь имеется смесь верхней ветки и совсем немножко нижней ветки. Пока у вас есть щит, то есть овершилд, или вы находитесь внутри купола защиты рассвета, восстановление энергии гранат будет гораздо быстрее. А ваш урон в ближнем бою будет увеличиваться. Вы также получаете дополнительный бросок щита для суперспособности щит-покровителя. Увеличение урона милишкой это у нас некий реворг в верхней ветке Сентенела, когда при наличии овершилда у вас значительно повышался урон милишки. Теперь это будет у этого аспекта. Плюс здесь добавили улучшенный реген гранаты и добавили дополнительный бросок, который взяли по сути у нижней ветки. То есть я так понимаю, что вне зависимости от уровня вашего овершилда, и как раз его здесь это показали в этом видосе, у вас будет увеличен урон гранаты и у вас будет увеличен урон милишки, любой, даже обычный, и у вас будет увеличен реген гранаты. Причем реген там будет очень быстрый. Как-то вот так у Титана. Теперь Охотник. Давайте Охотник сам напоследок, потому что про Охотника было много инфы из подкаста. И все-таки Охотники у нас сейчас самый страдающий класс в ПВЕ, и я думаю, что мы про них поговорим в последнюю очередь. Варлоки. Вот у Варлоков все заебись, поэтому про Варлоков мы пройдемся быстро. Первый аспект – катализатор хаоса. Это, по сути, верхняя ветка новой бомбы. Удерживая кнопку броска гранаты, вы усиливаете свой аксионный импульс, вихревые и кассетные, и магнитные гранаты. Кроме того, магнитные гранаты при сверхзаряде превращаются в ручную сверхновую. То есть это просто заряженная граната, ничего нового, да? Только то, что банджи ручную сверхновую перевели в этот аспект. Раньше у нас ручная сверхновая была, простите, только у центральной ветки. Теперь это будет частью аспекта. Пожирающая пустота – это у нас пожирание. Победа над противником с помощью пустоты способности активирует пожирание. И, как я понял из подкаста, как я понял из подкаста, я потом тоже про факт чекаю, если вы не используете катализатор хаоса, то вы сможете, вы до сих пор сможете пожрать гранату и себе активировать пожирание. Как вы знаете, у нас сейчас пожирание активируется либо с помощью того, что вы съедаете гранату, либо с помощью убийства войдовыми обилками. И, как я понял, если у вас нет верхнего аспекта, который усиляет гранаты, то вы можете пожрать гранату и получить девауэр. Но это не точно, я буду факт чекать. Дитя старых богов. А то, чем банджи настолько, сука, выебываются, что у меня, что называется, как у типичного игрока в Destiny, возникло, так скажем, подозрение, что разработчики там все мейнет варлоков. Особенно учитывая то, что в подкасте оба разработчика были варлоками. Ну да ладно. Примените раскол, чтобы создать духа пустоты. То есть дух, а не душа. Окей. Когда вы наносите урон оружием противнику, ваш дух пустоты летит в его сторону и взрывается рядом, перекрепляя истощающие щупальцы, которые носят урон и ослабляют цель. Нанося урон, дух пустоты восстанавливает энергию гранат и способности ближнего боя. При использовании сребного раскола или здоровье при использовании усиливающего раскола. Уничтожив иссушенного духом пустоты противника, вы получите энергию раскола. То есть вы просто ставите раскол, у вас вылетает вупсень, дух пустоты, и он будет киберболить ваши цели. И вот этим аспектом банджи очень сильно выебываются. И также банджи нам решили показать некоторые фрагменты, которые у нас будут аугментировать действия пустоты, как у стадиса. Эхо изгнание. Противники, убитые пустотной способностью, взрываются после смерти, дают бонус к интеллекту. Окей. Эхо снабжение. Урон, наносимый противником при помощи гранат, восполняет энергию ближнего боя. Штраф к силе. И сразу по поводу этого фрагмента, будет фрагмент противоположный. То есть при нанесении урона милишкой, у вас будет регениться граната. Это, по сути, некий намек на то, что было у Сентенелла от центральной ветки. Эхо превосходства. Подавление цели значительно повышает вашу подвижность на короткое время. А выбранное оружие перезаряжается за счет резервов, дает бонус к дисциплине. Эхо противодействия. Тот самый фрагмент, который, видимо, будет мастхэвом на все классы. Но это не точно. Пустотные гранаты ослабляют противников, штраф к дисциплине. Ослабление, напомню, будет 15% в ПВЕ и 7,5% в ПВП. Чтобы ничего не было сломанным. Вот такие у нас, по сути, фрагменты. Теперь, перед тем, как мы поговорим подробно про Хантера, давайте я сразу же, наверное, перейду к тому, что у нас было в подкасте. Потому что в подкасте информация была достаточно важной. Так, давайте тогда поговорим сначала про Варлоков и про Титанов. Как раз. И потом перейдем к Охотникам. Итак, про дебафы, я думаю, вы поняли, да? Про эффект Викон. Про вот эту вот штуку. Где она у нас? Ослабление, да? Которое увеличивает получаемый урон вашими врагами. Напомню еще раз цифры. В ПВЕ 15%, в ПВП 7,5%. Это глобальный дебаф, и он ни с чем не может стакаться. То есть вы не сможете застакать, допустим, Викон и Дивинити. Это обычный глобальный дебаф. Плюс этот дебаф будет перекрываться другими. Если вы, допустим, ослабили цель с помощью гранаты, а потом кинули стрелу, то стрела перекроет этот дебаф. Да, у стрелы все еще будет 30%. Да, там ничего не поменяется. Итак, что касается коленки. У коленки есть одна фича, про которую, по-моему, тоже рассказал. Что когда вы будете наносить... Когда вы будете убивать цель, или когда вы будете давать коленку, она будет супрессить эту цель. В ПВП это будет супресс гарантированно, потому что коленка не ваншотит. Ну, если у врага не было фулл хп, да. В общем, коленка будет супрессить цель, по которой вы нанесете урон, и ближайшие цели будут ослаблены. То есть они получат эффект викинг. Ну, прикольно. Урон метательного щита титанов ПВП будет 60 единиц. Банжи учли историю с юрикенами Хантера, поэтому на релизе щит титана метательный, именно милишка, будет не настолько имбовый, и трекинг будет хуже, чем у ульты. У ульты, как вы знаете, трекинг ебанутый, и порой щит рикошелит от стенки 500 раз. Вот у метательного щита этого не будет. Теперь про купол. Наверное, самая странная новость, самая страшная новость, которая у меня сегодня утром во время прослушивания подкаста вызвала лицо лица, и даже некое горение жопы, то, как Банжи прокомментировали этот нерв. Но да, купол титана теперь будет давать бавку урону не 35%, а 25% и в ПВП, и в ПВЕ. Да. Как это Банжи прокомментировали, на фоне того, что в игре складе света, комментарий был такой. Ну, в куполе же вас снайперка не может убить в голову. Ебать мой хуй, простите. Почему Банжи сделали такой нерв? Скорее всего, потому что у титана, во-первых, есть теперь овершилды с помощью баррикады, и во-вторых, потому что у Сентенела есть возможность применить подавление, ослабление, то бишь, викон, да? И если мы берем ослабление 15% и купол 25%, то в сумме этот эффект будет сильнее, чем то, что мы имеем сейчас только от купола. Сейчас у нас у купола баф 35% у пушек, после патча у нас будет 25%, и еще 15% у нас это эффект ослабления, викон. Возможно, из-за этого. Но, такое ощущение, что Банжи забыли про ПВЕ. Потому что комментарий у меня реально вызвал очень, сука, большие вопросы. Да, типа в ПВП понятно, почему нерв, потому что 35% бафа к урону пушки это очень много, и у нас купол будет в пятом тире, это очень важный момент. То есть купол будет капливаться очень, сука, быстро, и за матч при правильном билдкрафтинге можно себе поставить, допустим, там, купола 3, да? Как минимум. Соответственно, в ПВП этот нерв я могу понять, в ПВЕ нет. Но, есть у меня подозрение, что когда у нас будет Солар 3.0, а судя по всем намекам, у нас Солар будет следующим. Кладезь света получит по лицу, потому что в голове не укладывается, что кладезь и купол имеют одинаковые бафы к урону, только при этом кладезь еще хилят, и в нем можно спокойно стоять. А купол у нас это лишь защитная ульта. То есть, да, банджи хотят купол сделать чисто защитной ультой, которую можно быстро откапливать, но баф к урону был понижен. Очень странное решение, но будем смотреть, что еще банджи приготовили, потому что если банджи не тронут кладезь света в будущем реворке Солара, я нихуя не пойму. Если банджи тронут, тогда, что называется, все станет ясно. Банджи просто решат, решили порезать кладезь света, но чтобы купол не стал настолько имбой, его тоже параллельно порезали. Учитывая то, что у Вайда у нас будет эффект Викон, ослабление, дебаф, да? Да, в боевой группе, конечно, у вас ослабление может дать другой игрок, или вы, допустим, можете взять более сильный дебаф вроде Дивинити или Стрелы, но для соло игры в какой-то степени вы получите баф. Вы кинули гранату, ослабили цель, получили баф от пушки, у вас баф к урону общий будет больше. Но будем смотреть. Теперь пожирание. Пожирание у нас немножко переработает. Сейчас, как вы знаете, пожирание у нас рефрешится полностью. То есть вы активируете пожирание на варлыке, и при убийстве цели у вас регенится пожирание. Таймер будет снова 9 секунд. Теперь этого не будет. Теперь при убийствах у вас будет просто добавляться секунды к таймеру. Допустим, у вас было 5 секунд, вы убили цель с помощью пожирания, пока у вас был этот баф, у вас биртаймер станет 7 секунд. У этого таймера будет кап 17 секунд, и в игре появится фрагмент, который будет давать бонусное время за убийство. 2 секунды. Ну, учитывая то, что пожирание на самом деле полная имба, в принципе, реворк справедливый. И если у вас будет очень много мобов в какой-либо локации, то у вас де-факто пожирание все равно будет длиться вечно. Банджи просто решили реворкнуть, потому что пожирание было очень сильным. Это да. И говоря как раз о пожирании. Банджи очень тонко намекнули на то, что все классы смогут получать бафы от инвиза, от овершилда и пожирания. То есть, допустим, ваш варлок или титан смогут получить... Титан, допустим, сможет получить инвиз с помощью каких-то фрагментов и обилок, а варлок сможет получить, ну, допустим, овершилд. И здесь очень тонкий момент. У нас хантеры будут, так скажем, специалистами по инвизу. То есть хантеру нужно приложить меньше всего ресурсов и усилий в билдкрафтинг, чтобы получить инвиз. То есть хантеру достаточно поставить один аспект, либо поставить один фрагмент. И у хантера будет инвиз. Титан у нас будет специалистом по овершилду за счет своего метательного щита и за счет аспекта. Варлок у нас будет спецом по пожиранию. Поставил себе аспект, все, у тебя есть бесплатное пожирание за убийство обилками. Судя по всему, каждый класс сможет лично, без наличия других классов, прокать себе вот эти бафы. Но, чтобы вот эти бафы можно было прокнуть, нужно будет вложиться в билдкрафтинг. И один из примеров, который привели банджи, тоже тонко намекая на все эти взаимодействия бафов и классов, это кресиный король. Кресиный король у нас будет давать так называемый вайдовый инвиз, пустотный инвиз. И у нас в игре наверняка будут фрагменты, а у хантера уже есть аспект, когда в инвизе вы получаете определенные бонусы. Кстати, по поводу хантера, возможно, я наебал по поводу аспекта. Когда к хантеру перейдем, мы это снова обсудим. Потому что у хантера там есть очень серьезные реворки, которые вас могут не порадовать. То есть у нас каждый класс сможет получать вот эти бонусы. И, судя по всему, вот этим бонусом будут помогать фрагменты. И известно, что 4 фрагмента мы сможем разблокировать только после выхода рейда. После того, как эта команда закроет рейд первый в мире. Вот, видимо, именно вот эти уникальные 4 фрагмента будут давать Титану, например, возможность получить пожирание лично, без аспекта вардлока. И давайте поговорим тогда снова про бафы, да? Банжи стремятся к тому, чтобы у каждой стихии вот были свои эффекты. То есть у нас у Стариса есть, допустим, там замедление и заморозка, и также раскалывание. У Вайда у нас есть ослабление, супресс и влатайл. Но у нас также есть и бафы. Вроде пожирание, овершилда и инвиза. Так вот, инвиз у нас всегда будет пустотным. Как я понимаю, любой инвиз в игре, почти любой инвиз в игре является пустотным. Что это означает? Это означает, что при использовании пустотного подкласса, допустим, Хантера, да, с инвизом, вы сможете себе прокать бонусы аспектов и фрагментов. Например, если у вас там будет фрагмент, который позволит вам в инвизе получать больше энергии гранаты, то если, допустим, вы играете на Титане с этим фрагментом и убили скресиного короля, уйдя в инвиз, у вас активируется этот фрагмент. Овершилд у нас тоже будет вайдовый, именно пустотный. Вы получили пустотный овершилд, у вашего Титана пошел реген гранаты за счет аспекта. И то же самое, допустим, будет у Хантера и у Варлока, если они смогут получить пустотные овершилды. И с овершилдом есть один подвох. В будущем банджи разделят вайдовый и стазисные овершилды. У нас у Сариса есть овершилд за счет, по сути, Icefall Mental, он уникальный, да, и за счет Whisper of Rime. Вот эти овершилды разделят, видимо, потому что для того, чтобы эти подклассы прокали разные бонусы аспектов и фрагментов. В зависимости от того, какой класс вы выбрали. То есть банджи, по сути, расширяют нам билд, сука, крафтинг. И то же самое у нас будет на Соларе и на Арке. На Соларе банджи уже сказали, что у нас на Солнце появится исцеление как баф. И можно смело предположить, что у нас будут какие-то аспекты или фрагменты, которые при наличии у вас эффекта исцеления будут давать какие-то бонусы. Допустим, вы получили себе... у вас пошло исцеление, хилинг, и у вас активировался фрагмент, например, на повышенный резист или на узкойный реген ульты. И как пример такого взаимодействия у нас есть колодец... у нас есть мод колодца Вил оф лайф, который при подборе солярного колодца вам дает лечение. Вот, возможно, вот такие взаимодействия у нас будут у Солара в будущем. Про Арк пока что непонятно, потому что Арк, наверное, такая самая загадочная стихия. Ну да ладно. Так, что еще нужно отметить до Хантера? По поводу супрески. В ПВЕ у нас супреска будет работать 10 секунд, это граната, ну, имеется в виду подавление. В ПВП будет 5 секунд. Да. К счастью, Банжи на тему следили. И также у нас разработчики рассказали про новые тиры суперов. У нас с выходом пачек 30-летию Банжи появились разные тиры суперспособностей. И вот у нас Банжи сделает первый ребаланс, который, кстати, я почти полностью, сука, предугадал. Во-первых, в первый тир у нас отправляется Клинок Зари. Ура! Во второй тир у нас поднимутся сразу три супера. Во-первых, это Ярость Зимы Шейтбайндера. Это Фист оф Хэвэк Страйкера в верхней и нижней ветке. И это чудище. Да. Банжи снова бафнули Бегемота в ПВЕ. Спасибо, я не против. В третьем тире у нас будет Колчан Мёбиуса. Это у нас многострелка Хантера. И также будут обе новые бомбы. И большая, и мелкая. В четвертом тире у нас будет одна стрела, которая сейчас, по-моему, у верхней ветки Найт Сталкера. И в пятом тире у нас будет Купол. Да, и еще у нас вниз опустится Арк Страйдер. Сейчас у нас Арк Страйдер это третий тир. После Вич Квинна будет второй тир. Справедливо. Теперь, когда я все рассказал про Войт и про Титана и Варлока, давайте перейдем к Охотникам. Потому что у Хантеров... Хантеров обсуждали в подкасте больше всего, что, в принципе, логично. И там была некая информация, которая может вас немножко зачаровать. Засада Зверолова. Игрок может активировать быстрое падение, как Шеттердайв, чтобы потратить заряд способностей ближнего боя и нырнуть к земле, создав при падении облака дыма. Противники, оказавшиеся в этом облаке, слабеют, то есть получают дебаф в Викон, а союзники становятся невидимыми. Кроме того, бомбы-силки... Ахуэ, название на русском, простите. Прикрепляясь к поверхностям или противникам, делают бежащих союзников невидимыми. То есть это, по сути, Шеттердайв на пустоте. Только вы будете делать... Только вы будете тратить вашу милишку, вашу дымку, делать себя невидимым и дебафать ваших врагов. Плюс, при использовании этого аспекта ваша дымка будет ослаблять врагов. Любая, дефолтная. То есть не только Шеттердайв войдовый, но и обычная дымка. Сразу говорю, эта штука не будет ломать кристаллы Стариса, как это делает Шеттердайв. Это работать не будет. Маскирующий шаг. Уклонение делает вас невидимым. Это у нас новая анимация перехода в инвиз. И дальность вот этого переката будет на 30% больше, чем перекат у Титана и у... Ой, господи. Чем обычный перекат Хантера. Стильный палач. Уничтожение ослабленной, подавленной или нестабильной с помощью войдовых способностей цели дает эффекты невидимости и верного глаза. То есть волхаки. Состояние невидимости и после стильной казни важная атака ближнего боя ослабит противников. Сразу говорю, это некий... Это некое переосмысление центральной ветки спектрала, где при убийстве врага в голову в инвизе вы получаете... Где при убийстве врага в голову в положении приседа вы получаете инвиз и ваша милишка, пока вы в инвизе, будет ослаблять цели. Да, Хантеры, у вас у центральной ветки над сталкера всегда была возможность дать инвиз, ой, дать дебаф с помощью милишки. Просто в ПВЕ спектрала не очень, поэтому это особо никто не использовал. Это, по сути, доработка вот этой страйной ветки. Теперь давайте, что у нас было про охотника в том прекрасном подкасте. Давайте начнем с плохого. Перк сердца стаи Heart of the Pack будет убран. Да. У нижней ветки при броске дымки вы получаете баф сердца стаи, который повышает перезарядку пушки и тому подобное. Вот это будет убрано и фрагментами, судя по всему, это не станет. Но Банджи оставили перк верхней ветки King Scout, который давал улучшенный радар. Эта штука у нас будет теперь фрагментом. То есть у нас и Титан, и Варлок, и Хантер получат доступ к улучшенному радару, если посчитают это нужным. Что касается ульты Стрелы Хантера, то дебаф останется 30%, и активация якоря будет гораздо быстрее. Сейчас по П, как вы знаете, вы можете кинуть стрелу в какого-то игрока, а он просто на пофиг пробежит и вас убьет ультой. Теперь этого, судя по всему, не будет, и активация будет гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Что касается многострелки, то, как вы знаете, у нас у Хантера будет два залпа по три стрелы, и урон вот этих залпов будет внушительный, по словам Банжи. Плюс ко всему, Орфея, многие Хантеры, дадут этой ульте третий залп. И урон там, повторюсь, будет внушительный. У этой ульты будет небольшая наводка, и когда вы стреляете, стрелите от разные стороны. Но если вы кидаете стрелу в одну цель, то они потом начнут трекаться точно в эту цель. И повторюсь, урон будет внушительный. Это круто. Так, что еще стоит добавить? Банжи знают про то, что Инвиз в ПВП стал популярным в последнее время. Пока Банжи ничего делать не будут, но, как они сказали, они про Инвиз знают, и они за ним следят. Если вдруг они станут прям, Инвиз станет метой-метой-метой, то Банжи будут балансить. Но пока что они просто следят. Так, что еще? Наверное, все. Да, все, что было в подкасте, я в целом рассказал. Про Войт я тоже рассказал. Что могу сказать я отдельно, как тот, кто любит дрочить БЛД? Из всего этого реворка меня, конечно, больше всего завел Хантер. Особенно из-за аспекта засада Зверолова. То, что ваши Милишки будут делать дебаф по мобам, и то, что вы сможете при использовании Вайдового Штердаева делать себя невидимым и ослаблять цели. Вот при использовании вот этого аспекта и аспекта Стильный Палач, когда вы убиваете ослабленную, подавленную и нестабильную цель и уходите в Инвиз и получаете Труссайд, вот при использовании вот этих вот всех бонусов, аспектов, и при использовании фрагментов например, вот этого, то, что урон, наносимый противником при помощи гранат, восполняет энергию ближнего боя. и у нас есть такой же фрагмент, но обратный. И плюс при использовании фрагмента эхо-противодействия, то, что пусоты Грена будут дебафать врагов, вы можете на Хантере в теории постоянно быть в Инвизе и постоянно дебафать ваши цели. Это очень круто. Правда, уже все заметили, что у Хантера при уходе в Инвиз будет дебаф 2 секунды, когда вы не можете повторно уйти в Инвиз после убийства цели. Но, так или иначе, у Хантера философия в том, что он может постоянно уходить в Инвиз, а при правильном билде он сможет постоянно дебафать врагов. Это очень круто. Это поможет Хантеру, возможно, заиграть в гейм-контенте вроде Грандмастера, чтобы вы могли кидать в мобов гранаты, и просто при нанесении урона вы сможете их дебафать. И фича в том, что вот эти вот элементы с Хантером, про которые сейчас я говорю, можно улучшить дальше. У нас в руках, как вы знаете, есть солярные и арковые моды. Солярный мод. При нанесении урона гранатой, при нанесении урона милишкой, у вас уменьшается кулдаун гранаты. Вот такие два мода дадут вам треть гранаты. И то же самое у нас есть с арком. У меня арковых рук нету, но у нас есть коллекция и есть все моды. Так, мы заходим сейчас в коллекцию, заходим в моды, в руки и находим арковый мод. При нанесении урона гранаты у вас уменьшается урон милишки. То есть, вы можете поставить какой-то из этих модов, поставить оба фрагмента на милишку и на гранату у Хантера, да, и у вас будут постоянно чениться гранаты и милишки. У вас милишка всегда будет делать дебаф с нейрбом, да, после реворка. И если вы поставите фрагмент на гранату, на дебаф, у вас граната тоже будет делать дебаф. И вот такая связка выглядит вот так вот, очень заебись. И когда вы будете убивать вашу цель, которая будет дебафнута, согласно аспекту стильный палач, при убийстве дебафнутой цели, любой дебаф, ослабление, подавление, нестабильность, вы уйдете в инвиз. И у нас в игре есть такой прекрасный экзот, который называется потери гравитонов, гравитон фарфейт, который у нас звучит вот так. Когда вы находитесь в инвизе, у вас, во-первых, будет дольше длиться инвиз. И пока вы находились в инвизе, у вас ускоряется реген милишки, ваши пушки будут быстрее перезаряжаться, и у вас будет повышаться значительное восстановление. То есть вот такой, ребята, простой билд крафтинг, и у вас Хантер будет просто мастером инвиза. А поскольку теперь все его обилки будут дебафать, это может помочь даже в эдгейме и даже на дайване. Так что, ребята, Хантер будет прямо заебись. Вот уже сейчас можно себе поставить два аспекта, вот этих вот, да, поставить три фрагмента на реген милишки и гранаты, и на дебафнутые гранаты, поставить либо соляр, либо арковый мод, все, у вас уже готовый билд, который будет очень хорошо играть. Это что касается Хантера. А теперь что касается Варлока. Я скажу честно, я от Варлоков очень, сука, сильно устал, и то, что разработчики именно Варлокам дали, наверное, самый пиздатый новый аспект Детя Старых Богов, у меня, как у Титана Мэннера, вызывает это небольшое поджигание жопы. Но, если говорить все-таки как игрок в Дейстани, а не как Мэннер Титанов и Хейтер Варлоков, то Варлоки у нас будут очень крутыми специалистами по пожиранию. Вы ставите себе пожирающую пустоту, ставите себе Детя Старых Богов, и у вас будет постоянное пожирание. Плюс ко всему, в этом видосе, потом можете посмотреть, когда вы убиваете, когда игрок убивал в расколе мобов, которые получили дебаф от Духа Пустоты. Там раскол регенился, ну, очень, сука, быстро. Там наверняка был билдкрафтинг, но если мы в него будем углубляться, то Варлоку тоже можно придумать какую-нибудь грязь. Во-первых, Варлок может смело при использовании Детя Старых Богов и Пожирания взять себе Грех Незарика. Вообще прям смело. Себе взять Грех Незарика, и когда будете убивать пустотным уроном, у вас будет улучшаться реген всех обилок и гранаты, и милишки, и раскола. Если вы хотите, чтобы у вас чаще откапливалась, допустим, милишка, потому что у вас мало статы, можете смело поставить арковый мод, чтобы при нанесении урона гранатой, а у вас граната будет очень сука часто в этом билде, у вас откапливалась милишка. Если вы хотите, чтобы у вас чаще был раскол, вы можете поставить, допустим, вот такие вайдовые моды, то, что при нанесении урона гранатой и здесь милишка, будете получать энергию классовой обилки, и плюс, допустим, классовый предмет, вы можете поставить утилитик кикстарт, чтобы когда вы ставите раскол, вы получали энергию раскола обратно, то есть несколько модов, правильные фрагменты и аспекты, и у вас варлок сможет спамить расколами, гранатой и милишкой, то есть тоже ничего сложного, да, варлок будет, ребята, вот такой, заебись, либо, если вы хотите, чтобы у вас была ручная сверхновая, можете, допустим, убрать пожирание и поставить ручную сверхновую, либо, если вы хотите, чтобы у вас была и ручная сверхновая и пожирание, можно поставить пожирающую пустоту и катализатор хаоса. У титана самое сложное. Проблема в том, что у титана все три аспекта очень, сука, заебись. Управляемый взрыв, нестабильность, это круто. Это круто. Потому что у вас будет носиться повышенный дэмэдж по этим врагам и ставлю жопу, что у нас будут некоторые фрагменты, которые будут давать бонусы к этой нестабильности. Плюс банши сказали, что они сделают, появится новый войдовый перк на пушку, который будет давать нестабильность. И, возможно, какие-то взаимодействия будут. Будем смотреть. Бастион звучит в целом как мастхэв. Вы можете полностью заспекаться в стойкость и у вас будет постоянно баррикада. Я, когда занимался билдкрафтингом и тестил, как часто я могу себе ставить баррикады при использовании определенного билда, я себе ставил... У меня всегда было три баррикады. То есть, я просто буквально играю на Титане, как Пипега, я спамлю себе разные обилки, и у меня всегда было три баррикады. И с выходом патча вот эта баррикада будет иметь овершилды, а так как я буду использовать баррикаду мелкую, у меня еще будет и перезарядка, и дальность, и уменьшенный флинч, и стабильность. Звучит хайпово. Звучит хайпово. И, соответственно, последний также у нас аспект Титана. Аплодоступление, да? Улучшенный реген гранаты звучит заебись. Это очень круто. Учитывая то, что у нас будет фрагмент на дебаф врагов с помощью гранаты, это хайпово. Плюс у вас будет больше урон милишки. И представьте себе увеличенный урон метательного щита. Ну, как бы звучит класс. Звучит класс. То есть, у Титана пока что сложно. Я сделал билд на бастион и оплод наступление, но в будущем сделаю билд, наверное, и с управляемым взрывом, потому что нестабильность на Сентенеле работает просто прекрасно, и я думаю, что на войде она раскроется еще больше, если у нас будут дополнительные фрагменты и другие штуки для билд крафтинга. Но пока что бастион и оплод наступление. Где, ребята, вот эти билды заранее посмотреть? Я запишу потом отдельный видос про каждый билд на каждый класс, который я придумал, который я уже придумал до выхода в Эчквин, и там я подробно расскажу, что можно использовать. На релизе в Эчквин вы просто добавляете себе аспекты и фрагменты, и все, у вас билд будет готовый. Как-то вот так. На этом, ребятки, все. Вот все, что у нас известно про пустоту, и, скорее всего, новой инфы у нас до Эчквина не будет. Поэтому имеем то, что имеем. По поводу получения фрагментов и аспектов, кстати, ветераны, которые играли до выхода в Эчквин, получат мгновенно доступ ко всем аспектам и ко всем фрагментам, кроме четырех после рейда. Новичкам придется выполнять квесты на открытии фрагментов и аспектов. Как-то вот так. Вот теперь точно все. Ребята, пока. Субтитры создавал DimaTorzok